При определении функции в Haskell'е мы имели возможность использовать рекурсию. Иными словами, когда мы определяем некоторую функцию, мы можем использовать имя этой функции в правой части ее определения в теле этой функции. Тогда такая функция называлась рекурсивно. Ровно то же самое мы можем делать в Haskell'е с типами данных. Когда мы определяем некоторый тип данных с помощью ключевого слова «дата», мы можем в правой части этого определения после знака равенства использовать сам определяемый тип, таким образом задавая рекурсивный тип данных. Мы уже сталкивались с рекурсивным типом данных, это тип данных списка. Действительно, у типа данных списка два конструктора. Пустой конструктор, квадратные скобочки, и конструктор, который добавляет в существующий список, в голову существующего списка, элемент, подходящий по типу. Этот конструктор как раз имел подобного рода тип. Тип двуточия был, первый аргумент у двуточия это тип а, а второй аргумент это список значений типа а, то есть определяя один из конструкторов списка, мы уже пользуемся типом списка, который мы как бы определяем, потому что что значит задать тип данных? Это значит дать ему имя и описать его конструктор. Давайте сначала попытаемся построить тип данных списка самостоятельно, не пользуясь встроенными конструкторами. Перейдем к определению этого самого типа данных списка. Перед нами тип данных списка, который мы обзываем list. Это не встроенный список, а это пользовательский список, который мы определяем, но он будет эквивалентен встроен. Это однопараметрический тип данных, а таким образом list это конструктор данных с кэндом звездочка, стрелочка, звездочка. У этого типа данных два конструктора. Во-первых, это конструктор пустого списка, который мы обзываем nil. И второй конструктор, это двухпараметрический конструктор cons, который и является рекурсивным. Он принимает два аргумента. Первый аргумент это параметр типа a, то есть это тип элемента списка, которого мы определяем. А второй параметр конструктора имеет тип list a, то есть как раз тот тип, который мы определяем. Здесь мы видим рекурсивное определение этого самого списка. Воспользовавшись таким рекурсивным определением, мы можем легко строить списки. Ну, начнем с простого. Посмотрим на тип конструктора nil. Понятно, что конструктор никаких аргументов не принимает, он просто конструирует пустой список. Nil это пустой список. Давайте теперь, имея уже в наличии список, построим список из одного элемента. Для этого мы должны использовать cons и положить в качестве второго аргумента, передать туда существующий список. А в качестве первого аргумента должны положить какой-то элемент. Ну, давайте положим значение типа char. Таким образом у нас получается одноэлементный список, в котором лежит одно значение z. И тип этого выражения это список значений типа char. Мы можем продолжить конструирование, взяв теперь тот список, который мы сейчас сконструировали, и добавив в его голову еще один элемент. Ну, скажем, элемент y. Ну, давайте мы свяжем это выражение с какой-нибудь переменной. Давайте обзовем эту переменную yz, чтобы имя ее отражало то, что в этой переменной лежит. Вот у нас есть такая переменная. Тип этой переменной это тип списка значений типа char. Ну, а значение этой переменной, оно у нас есть, и оно уже будет выводиться в консоль в виде строки, потому что мы в определении нашего списка указали, что у нас производный представитель класса типов show для нашего списка должен быть реализован. Ну, теперь мы можем строить и большие списки. Например, мы можем взять и добавить в голову нашего списка yz, который присутствует, значение x. Вот я беру конструктор, вызываю его на двух значениях. yz это список, то есть по типу этот подходит. Ну, и теперь я получаю трехэлементный список, который содержит строку, состоящую из элементов x, y и z. Итак, если мы посмотрим на обычный список, то мы можем сказать, что он определен практически так же, как тот список, который мы определяли здесь. Действительно, хотя такое определение дать нельзя из синтаксических соображений, тем не менее, тем не менее, можно было бы представить, что если бы у нас можно было использовать квадратные скобки для объявления типа данных, то тип данных встроен из списка может быть записан следующим образом. Это конструктор, это его параметр. Ну, мы с вами говорили, что параметр можно использовать инфиксно, но можно использовать и в такой форме. Итак, мы определяем список значений типа А, как либо пустой список, имя конструктора данных в данном случае совпадает с именем типа, либо мы можем использовать инфиксный конструктор данных в двоеточие. Первый аргумент этого инфиксного конструктора данных, это значение того типа элемента нашего списка, а второй аргумент, это тип списка, который мы определяем. Это в точности, это определение в точности, эквивалентно вот этому определению, с точностью до замены имен конструкторов и имени типа на некоторые конструкции, которые для стандартного списка имеют место.